так все вроде бы заработала отлично ну что ждем тогда подключений посмотрим как у нас сегодня получится работать с youtube окей ну что я тогда запускаю вот есть у нас зритель это прекрасно два уже зрителя есть это хорошо что вроде бы друзья вы можете мне как-то написать в чат как мне видно и слышно вот те кто на ю тубе подключился здесь есть это возможность чата писать вот слева сейчас напишу вам в чат и нет вот видите друзья мою мое сообщение можете написать мне в чат сюда как видно вам как слышно собственно здесь можно будет и вопросы задавать ну хорошо у нас потихонечку растет количество подключений уже 7 человек это запускающий перископ так отлично перископ тоже у нас запустился так сейчас мы берем чат чтобы не мешал светлане ну супер все у нас работает есть у нас и перископ есть у нас и youtube ну что друзья мы начинаем итак у нас сегодня первый вебинар из нашего цикла тайских вебинаров мы собрали с нас обратную связь какой контент вам максимально полезен для того чтобы вы стартанули здесь конкретно у нас бизнесе в тайге и стала у вас получаться причем получаться не то в плюс то минус а прям получаться получаться по нарастающей по нарастающей чтобы это можно было дублицировать вот на сегодня в нашем этом цикле наших вебинаров как мы это знали супер вебинары ну или золотые вебинары сегодня первый вебинар который ведет светлана воинова и она сегодня вам расскажет про тайгу про продукт про полипенолы почему они нам нужны каждый день почему нужно использовать регулярно чем это это отличается от всего того что есть на рынке так что друзья встречайте первый чек компании 1 даймон компании и моя любимая супруга светлана воинова сеточка если уступаю место вперед привет друзья привет мы сегодня впервые проводим вебинар на площадке youtube и меня видят одновременно какое-то количество людей на ютубе и перископе я знаю что при этом очень много наших партнеров и гостей клиентов будет смотреть нас после уже в записи а вот и я надеюсь что то что я сегодня буду рассказывать это будет очень полезно я мы сейчас находимся на качанге в таиланде у нас очень хорошая погода я надеюсь что вы сейчас зарядитесь от нас теплом позитивом а вот но и получите естественно полезную информацию которую дальнейшем можете использовать знаете я когда готовилась к вебинару я пересмотрела огромное количество информации я перелопатила огромное количество материалов которые находятся в открытых источниках в интернете я изучала информацию которая есть на русском языке которая есть на английском языке все что связано с темой полипринолов и сегодня я вам буду отдавать выжимки но к сожалению вот тот формат который сейчас будет формат вебинаров где я пока мы еще просто я не знаю как на ю тубе показывать как презентацию я думаю что мы я порасскажу на таком более простом был бытовом языке ту информацию которая есть у меня а в дальнейшем когда мы вернемся уже в новосибирск я проведу полноценную презентацию я сделаю слайды и уже покажу вам более детально информацию которую вы можете тоже использовать эту презентацию я вам каждому из вас отдам да то тем из вас кому эта информация будет нужна я хотела бы чтобы та информация которую я сегодня буду давать она пригодилась лично вам вашим близким вашим родным вашим потенциальным клиентам потому что на самом деле когда я впервые два года назад узнала о том о чем я сегодня буду говорить вы знаете у меня честно если я даже спать не могла потому что у меня я понимала что я хочу использовать этот продукт потому что первый человек который дал мне информацию в отношении полиприналов это был дмитрий лаевский это президент нашей компании компании вы лови это человек которого я безумно уважаю я уже очень много лет знаю и так получилось что фактически на наших но в глазах можно сказать да хотя это было не на глазах но мы были свидетелями того что дмитрий лаевский а к сожалению перенес достаточно тяжелый инсульт он долго достаточно восстанавливался ему делали операцию трепанацию черепа и он восстанавливается достаточно долго и тот те компоненты которых есть буду сегодня вести речь именно эти компоненты помогли ему восстановиться восстановиться полностью это было все на наших глазах мы видели как улучшалось его самочувствие состояние и когда дмитрий рассказывал нам о том что умные наши близкие смогут использовать для себя вот эти компоненты полипринолы клеточный стоппикт и да вот и это все будет основой для нашего нового продукта мы конечно не могли дождаться и были первыми кто получил этот продукт для себя для собственного использования и мы реально дайте прям каждую капельку этого продукта мы ценили и безусловно первыми людьми которые попробовали этот продукт стали наши дети потому что самое лучшее мы отдаем нашим детям нашим родителям нашим близким а вот поэтому я думаю что та информация которая вам сейчас дам вы в первую очередь используйте ее для себя для своих близких для своих детей для своих родителей и естественно для своих друзей и своих клиентов почему я хочу говорить сегодня о теме на нашего продукты и конкретно полипринолах потому что на знаете нашем организме вообще наш организм устроен очень мудро то есть я даже если честно у меня просто я просто не могу себе представить как так природа сделала бог сделали кто это сделал так что организм он устроен настолько мудро в организме одновременно происходит огромное количество тысячи процессов в каждую секунду которых мы не замечаем вот каждый из нас сейчас мы дышим да но мы не замечаем как воздух проно проходит через наши ноздри как он попадает в наши легкие то есть мы этого не чувствуем и мы дышим каждый момент времени каждый момент времени у нас бьется сердце но мы не чувствуем как сердце перекачивает кровь у нас каждый 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 момент времени происходит переваривание пищи какие-то процессы происходят в печени какие-то процессы происходят а в почках и так далее мозги но мы не замечаем эти процессы эти процессы происходят независимо от того думаем о них или нет так вот еще более скажем тонкие процессы те процессы которых мы даже может быть не предполагаем происходит на уровне каждой нашей клеточки и они И независимо от того, знаем мы об этом или не знаем, так получается, что наш организм, он работает. И один из самых важных процессов, которые происходят в нашем организме, это так называемый далихолфосфатный цикл. Далихолфосфатный цикл – это цикл, в результате которого образуются гликопротеины. Я сейчас буду говорить, немножко употребляя термины, просто без них не получится совсем. То есть я буду говорить на более человечачьем языке, простом, но тем не менее я буду использовать те термины, которые употребляются в общем, в практике. То есть получается, что в нашем организме происходит далихолфосфатный цикл. В результате этого цикла образуются гликопротеины. Так вот эти гликопротеины являются исходным, можно сказать, сырьем для гормонов, для ферментов, для коллагена, для эластина. Получается, это влияет абсолютно на все процессы в организме. Интерферон, иммуноглобулин, сигнальные молекулы. И в случае, если у нас происходит нарушение этого далихолфосфатного цикла, мы это начинаем замечать на уровне всего нашего организма. Как показывают исследования, которые происходят, вообще проводятся по всему миру. Как показывают исследования, при нарушении далихолфосфатного цикла у нас мы начинаем это замечать на уровне всех органов и систем. И когда эти процессы нарушаются, у нас происходит дегенерация, то есть те или иные органы у нас выходят из строя. Один из самых главных элементов тех, которые участвуют в далихолфосфатном цикле, это наши далихолы. Это молекулы, длинные молекулы, которые присутствуют во всех, по сути, наших клеточках нашего организма. И далихолы, они присутствуют в мембранах наших клетках. Эти далихолы, они делают мембраны клеток упругими, эластичными. И самое главное, они являются транспортными липидами. То есть транспортные липиды. То есть они проносят вовнутрь каждой клеточки глюкозу и кислород. Самое главное, это то, что они проносят глюкозу. Потому что именно в результате того, что они проносят во внутрь клетки глюкозу, образуются гликопротеины. И в результате происходит регенерация тканей, восстановление, обновление всего организма. В случае, если, естественно, этот процесс нарушается, мы стареем быстрее, мы начинаем заболевать. И мы восстанавливаемся все медленнее и медленнее. Ученые обнаружили, что во время тяжелых заболеваний, таких как, например, астма, это гепатиты любой формы, это онкологические заболевания, любые проблемы, связанные с головным мозгом, то есть болезни Альцгеймера и так далее. То есть обнаружили, что вот в этих случаях количество лидолихолов в организме, оно критично малое. Оказывается, что при разных заболеваниях, и даже не только при заболеваниях, во время стресса... Так, Валя, пишут, что атмосляцию в перископе не видят. Не видят. Не видят, да. Сейчас сообщение пришло. То есть получается, во время различных заболеваний... Сейчас мы проверим перископ. Еще раз. Ты говори, я сейчас настрою. Да, сейчас перископ еще раз настраивается. То есть во время различных заболеваний далихолы вымываются из организма. И даже во время ОРВИ, во время каких-то стрессов, которые у нас происходят, любое заболевание, которое у нас есть, мы теряем далихолы. И у нас получается, мы, наши клеточки, наши мембраны клеток повреждаются, далихолы вымываются. И единственный способ возобновить, восстановить количество далихолов в организме, это через пищеварительный тракт, если мы будем кушать далихолы, либо далихолы в чистом виде, либо то, из чего далихолы получаются. Далихолы пытались создать в разных странах, и удалось это сделать в Японии. И совсем недавно, то есть несколько десятилетий назад, в Японии смогли создать далихолы из печени и поджелудочной железы свиней. Но дело в том, что на 1 граммов далихолов ушло 2 тонны печени. Соответственно, сам по тому, сколько ушло материала на это, то есть это получился очень дорогой продукт, и его невозможно было использовать для массового применения. А при этом было выяснено, в 1960 году были открыты полипринолы. Полипринолы – это растительные аналоги далихолов, то есть это предшественники далихолов, то, из чего мы в нашем организме можем далихолы получить. Полипринолы и далихолы, они один в один, то есть они очень похожи, они отличаются одним только звеном. Когда мы полипринолы съедаем, а съедаем мы их из растительной пищи, они обработаны свежей, то есть когда мы съедаем эти полипринолы, то в печени они метаболизируются, преобразуются в далихолы, и уже таким образом, когда мы их съели, в печени они преобразовались в далихол, и дальше с током крови они разносятся по всему организму. И для того, чтобы восстановить эти далихолы, нам нужно на самом деле съедать достаточно, то есть для того, чтобы получить суточную дозу полипринолов, суточная доза полипринолов – это 10 миллиграмм в сутки, нам нужно съесть порядка 13 килограммов моркови. Дело в том, что содержание полипринолов в обычной растительной пище, оно очень-очень маленькое, и было обнаружено, что больше всего полипринолов из растительного сырья содержится именно в хвои, в хвойных растениях, то есть в хвои сосны, пихты, ели, и в разных странах одновременно, то есть это было в Латвии, Скандинавии, в России, в разных странах одновременно, начали изучение этих полипринолов и исследование, как эти полипринолы влияют на организм человека. То есть они, как я уже сказала, они были открыты в 1960 году, а исследования начались вестись уже в такие более глубокие, в 80-х годах. И, например, одним из тех людей, который в России начал изучать эти процессы, это был Сергей Кузнецов, он начал их изучать с 1987 года, он был руководителем группы по фармакодинамике полипринолов. И тогда же было установлено, что полипринолы могут быть использованы в качестве заместительной терапии при различных заболеваниях, и полипринолы можно было рассматривать как способ для того, чтобы замедлить процессы старения. И именно за эту работу Сергей Кузнецов получил доказательства того, что именно полипринолы могут замедлять процессы старения. И далее. Исследования проводились, сначала проводились исследования на животных. Они сначала проводились на мышах, на крысах, и проводятся, кстати, до сих пор. Некоторые исследования меня поразили, потому что мне было реально жалко этих животных. Некоторые исследования проводились на людях и проводятся до сих пор. Так вот, исследования проводились сначала в Латвии. В Латвии было доказано, что на моделях рассеянного склероза уменьшается образование деструктивных и энцефалогенных соединений. То есть получается, что было доказано, что полипринолы позитивным образом влияют на нашу мозговую активность, на восстановление нашего мозга. При энцефалопатии уменьшалась смертность. При хроническом панкреатите улучшалась нормализация функций эндокринной системы поджелудочной железы. И там же в Латвии было доказано, но это еще было достаточно давно, это были еще в 80-е годы, была доказана полная безвредность полипринолов и то, что абсолютно нет никаких противопоказаний для их использования. В Японии, в США и в других странах полипринолы начали использовать при лечении язвы желудка, при гипертонии, при подагре, для лечения последствий сахарного диабета, при иммунной системе. И на сегодняшний день есть уже более 30 патентов по полипринолам для профилактики и лечения различных заболеваний. И знаете, есть один еще момент, который по поводу животных, когда я изучала эту информацию, которая была, проводились исследования, например, на ушах. И мышам водили специально, их заражали вирусом, вирусом гриппа, причем заражали до такой степени, что штамм вируса гриппа был такой, скажем, мощный, что животные, большинство животных, они умирали на 14-й день. И этим животным вводился отдельно внутри брюшина масло растительное, а другим животным вводился, соответственно, раствор полипринолов масляный. И те животные, которые использовали полипринолы, они в 47% случаев, они восстанавливались, выживали, и у них число повреждений, число осложнений после гриппа, оно было критично низким. То есть получается, что это исследование, понятно, что их невозможно вот такие исследования проводить на людях, да. Но вот на животных проводились исследования, связанные с такими, с мышами. Был момент, ну, соответственно, было доказано о том, что полипринолы имеют противовирусную активность и используют их для лечения различных вирусов, в том числе для лечения вируса клещевого энцефалита, например. Плюс проводились исследования, опять же, на мышах, на крысах конкретно, и проводились исследования по поводу влияния стресса на организм крысы и как полипринолы влияют на уменьшение этого стресса. Мышей, вернее крыс, их садили в прозрачный такой ящик, в нем была перегородка, и в этом ящике, то есть было, помещалось порядка 20 с лишним крыс, и помещался голодный питон. И вот на глазах этих мышей, крыс питон сжирал одну или две крысы, соответственно, он их там давил, сжирал, и все крысы все одновременно, они это видели, они забивались в уголочек, для них это был очень сильный стресс, и после того, как их уже оттуда забирали из этого ящика, соответственно, у них смотрели различные показатели. Так вот, для того, чтобы измерить, как они восстанавливаются после стресса, им давали различные нагрузки, садили их в какие-то лабиринты, давали, то есть садили их в емкость с водой, им нужно было какое-то время плавать. Так вот, те крысы, которые использовали при этом полипринолы, им точно так же водили полипринолы, они очень хорошо восстанавливались, достаточно хорошо после стресса, и у них было очень мало, то есть они лучше, у них восстанавливались когнитивные функции, они хорошо, скажем, соображали, куда что там бежать, как действовать, они дольше могли плыть, и, соответственно, получается, что таким образом, тоже, опять же, за счет того, что это дело проводилось на животных, то есть было доказано о том, что полипринолы непосредственно, они уменьшают влияние стресса и восстанавливают организм после таких тяжелых эмоциональных нагрузок, в том числе. Проводится исследование на мышах, опять же, и на крысах по поводу инфаркта миокарда, и на животных создаются специальные условия, когда у них определенным способом вызывается инфаркт или инсульт, и когда им вводится экстракт полипринолов, вот в этот момент, то есть у них получается, во-первых, смертность животных уменьшается, это первое, да, второе, то, что у них уменьшается некроз ткани, да, сердца, и после, именно после инфаркта животные восстанавливаются существенно быстрее. Проводились также опыты на мышах, которые говорят о том, что полипринолы, они помогают быстрее восстанавливаться после онкологических заболеваний. Мышам специально вводили компоненты, которые вызывают онкологию, да, и те мыши, которые использовали, то есть им вводили точно так же, да, раствор полипринолов, то есть у них восстановление, и уменьшалось, во-первых, опухоль, во-вторых, уменьшалось количество метастаз, и, соответственно, они дольше оставались живыми. Понятно, что эти исследования невозможно проводить на людях, но на людях точно так же было доказано, исследования ведутся с конца 80-х годов на людях по поводу онкологии, и в данном случае не делается, ну, то есть не проводится заместительная терапия, то есть не полипринолы не замещают прям химиотерапию или какие-то другие лекарства при лечении онкологии, но при лечении онкологии, если использовать одновременно, то есть если использовать, например, одновременно при химиотерапии использовать полипринолы, то уменьшается токсичность, потому что во время химиотерапии очень сильно страдают органы, которые отвечают за выделение токсинов, это кишечник, это печень в первую очередь, и благодаря тому, что полипринолы, они восстанавливают ткани печени, они восстанавливают функции печени, соответственно, идет улучшение детоксикации организма и идет восстановление самих тканей печени. Кроме того, проводились исследования на людях, которые страдают депрессивными заболеваниями, и было доказано тоже, что при использовании полипринолов восстановление после депрессии, каких-то заболеваний, связанных именно с психических заболеваний, восстановление идет достаточно быстро, буквально в течение первой 1-2-3 недель, то есть идет уже существенное изменение. Я сейчас не буду приводить цифры конкретные, потому что у меня есть графики и таблицы, к сожалению, в той форме, в которой мы сейчас ведем вебинар, это невозможно привести, но когда я вернусь в Новосибирск, я сделаю вам полноценную презентацию со слайдами, чтобы вы могли это уже посмотреть вживую. Когда исследования проводились на больных с розом печени, на больных, у которых был хронический алкоголизм, например, у них были очень серьезные улучшения, сейчас скажу более точно, секунду, достаточно быстро причем, выписала для себя. У этих больных, у них регрессия симптомов абсцентентного синдрома в течение 7 дней, ну, то есть шло улучшение, это раз, произошло в 81% случаев улучшения неврологического состояния у пациентов с тяжелыми локальными мозговыми повреждениями в течение 15 дней первых. Быстрая явная регрессия симптомов полинееропатии конечностей в течение 15 дней. Как оказалось, знаете, когда страдает у человека печень, то у него, соответственно, начинают, то есть происходит повреждение мозговой активности с одной стороны, с другой стороны начинается полинееропатия конечностей, то есть чувствительность конечности теряется. И достаточно быстро, то есть в течение 15 дней, абсолютно у всех 100% пациентов, которые были обследованы, у всех 100% были отмечены улучшения. Именно в полинееропатии, и даже когда уже они перестали использовать полипринолы, даже после этого все равно эти изменения в лучшую сторону, они продолжают накапливаться. Я смотрела информацию по поводу сахарного диабета. По поводу сахарного диабета нет данных о том, что, например, снижается уровень сахара в крови. Но есть данные о том, что при сахарном диабете улучшается работа сосудов и уменьшается влияние, то есть при, скажем, при сахарном диабете самое страшное – это то, что страдают другие органы, конкретно сосуды, происходит гликирование белков, и, ну, то есть такое, как засахаривание, да. И в данном случае полипринолы, они способствуют тому, чтобы уменьшить вот эти последствия сахарного диабета. Вот. Но если говорить про здоровых людей, то есть мы… Понятно, что есть очень много людей, которые в том числе среди наших, возможно, родных, среди наших близких, те, кто страдают какими-то заболеваниями, которым, естественно, нужно. То есть если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, естественно, ему нужно применять полипринолы, потому что это способ абсолютно безопасный, абсолютно экологичный способ восстановить организм буквально на уровне, по сути, на уровне всех систем. И, естественно, если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то, разумеется, да, ему нужно использовать полипринолы постоянно. Но поскольку большинство из нас, мы все-таки, и, ну, по крайней мере, чувствуем себя чаще всего хорошо, хотя врачи говорят о том, что нет здоровых людей, есть недообследованные, но большинство из нас все-таки, мы живем обычной нормальной жизнью, и если говорить о том, а как нас это вообще касается, да, то есть если в нас все хорошо, то в данном случае, с одной стороны, мы все с вами живем в обычном мире, в котором вокруг нас ходит огромное количество людей, мы с вами, бывает, ездим в транспорте, мы бываем в общественных местах, и вокруг нас люди иногда болеют, чихают, бывают какие-то вирусные заболевания, и любому из нас, и нам, и нашим детям очень важно сохранять иммунную систему в хорошем состоянии, и в случае, если вы восполняете дефицит долихолов с помощью полипринолов, если вы восполняете этот дефицит, то, соответственно, в вашем случае вы с большой вероятностью вообще не заболеете, потому что идет очень сильная активность, то есть идет улучшение иммунитета с одной стороны, и противовирусная активность с другой стороны. Это раз. Дальше. Поскольку мы с вами все, так или иначе, мы изучаем какую-то новую информацию, мы очень много думаем, нам нужно, чтобы наша голова работала. Знаете, я тут тоже нашла такой очень интересный факт, сейчас вам расскажу, что оказывается у нас мозг, он использует очень, то есть мозгу нужно для того, чтобы мозг нормально работал, ему нужно использовать, ему очень много требуется глюкозы, потому что именно для энергетического обмена, и ему очень много нужно кислорода. То есть, получается, мозг составляет около 2% от общей массы тела человека, но при этом потребляет от 20 до 25% поступающего в организм кислорода, например. И есть такой один момент. Во-первых, понятно, что полибринолы, когда они превращаются в долихолы, долихолы проносят во внутрь клетки глюкозу, и, соответственно, вот она происходит, выработка энергии. Это с одной стороны. А с другой стороны, при том, когда мы дышим, и мозг использует столько много кислорода, при этом при всём, при обмене, скажем, при нашем клеточном дыхании, да, при том, что мозг дышит и забирает много кислорода, при этом образуется очень много свободных радикалов. Дело в том, что особенности нервной ткани, они в том, что у них относительно невысокий уровень антиоксидантной защиты. И при этом именно за счёт того, что у них низкий уровень, низкий запас прочности, а вот именно в окислительно-восстановительной системе, это объясняет то, что мозг, то есть объясняет уязвимость головного мозга, и в связи с этим как раз то, что начинаются различные заболевания, не дегеративные. Так вот, а что делают долихолы? Долихолы, они не только проносят во внутрь клетки кислород, вернее, кислород и глюкозу, они не только помогают в выработке гликопротеинов, они ещё являются очень хорошими, очень сильными антиоксидантами. И, между прочим, когда рассматривали организм человека, наибольшее количество долихолов обнаружилось как раз именно в мозге. Вот. Кроме того, кстати, есть один ещё интересный факт. Долихолы используются очень хорошо при лечении мужского бесплодия и для улучшения сперматогенеза. То есть такой факт, как бы, я его не сильно знала, но я, поскольку очень много пар семейных, они не имеют детей, и это не всегда связано с женщиной, иногда связано с мужчиной. Так вот, получается, использование полипринолов, оно, соответственно, улучшает в том числе не только женскую сферу, но и мужскую. Получается, что для нас, для нормальных, для обычных здоровых людей, тех, кто, может быть, сейчас не чувствует потребности, что ему нужно сейчас использовать что-то для своего здоровья, для восстановления, но все мы, поскольку мы нуждаемся в хорошем иммунитете, это раз, соответственно, нам нужны эти полипринолы. Второе. Любая женщина после 25-30, там, 40 лет, естественно, хочет оставаться молодой, красивой, здоровой. И, естественно, она хочет, чтобы ее кожа сияла, она хочет, чтобы у нее и внешне, и изнутри, и снаружи все тело было молодым. И в данном случае долихолы, ну, то есть именно с помощью полипринолов, да, то есть мы восстанавливаем долихолы, мы восстанавливаем долихолфосфатный цикл, мы восстанавливаем выработку коллагена и эластина. И, соответственно, наша кожа, она все дольше будет молодой и красивой, и наш организм на уровне каждой клеточки, он будет молодой, потому что будет идти регенерация постоянно, да, потому что, по сути, восстановление долихолов – это восстановление нашей молодости. Вот. Кроме того, за счет того, что при выработке долихолфосфатном цикле вырабатываются как раз вот эти глипопротеины, идет улучшение выработки гормонов и ферментов, а это обменные процессы. Мы все хотим подтянутое тело, мы все хотим хорошую фигуру, а наша хорошая фигура, она возможна тогда, когда гормональные процессы, гормональная система наша работает идеально. И поэтому в данном случае наши долихолы, которые мы восстанавливали с помощью полипринолов, они способствуют тому, чтобы наш организм подтягивался, чтобы мы были молодые, красивые, круги. И при этом, при всем, большинство из нас все-таки стремится заниматься спортом. Кто-то занимается спортом активно, кто-то меньше. И вот при использовании полипринолов у нас вырабатывается меньше молочной кислоты, которая вызывает боль в наших мышцах. То есть благодаря тому, что мы используем полипринолы, мы быстрее восстанавливаем после наших нагрузок, после различных тренировок. И, соответственно, благодаря этому у нас лучшие результаты во время спорта, у нас идет боль, лучшая эффективность самой тренировки. И мы восстанавливаемся между тренировками быстрее и можем легче приступить к следующей тренировке. Поэтому здесь, знаете, в данном случае тот продукт, который у нас есть, это наш продукт Т8, Тайга-8, он содержит как раз вот эти полипринолы в той форме, которая нужна организму, которая помогает быстро восстанавливаться. И вы же наверняка уже знаете, что с 2012 года они вошли в список важнейших, незаменимых компонентов для нормального жизненебеспечения. И вот для того, чтобы изготовить такую бутылочку, нужно переработать огромное количество хвои. Я тут вычитала, что, оказывается, для производства килограмма полипринолов нужно переработать около пяти тонн свежеспиленных иловых веточек и иголочек. Представляете? То есть, когда, например, нам кто-то говорит о том, что я могу просто пожевать хвою, ну, то есть столько много хвои просто не съешь. Если ты будешь просто хвою там как-то заваривать, запаривать или что-то еще, ты не получишь далеко полипринолы в том виде, который действительно нужен организму. Наши полипринолы производятся методом органической экстракции на заводе «Салагифт». Этот завод находится в городе Томске, в Томской области, вернее. И это единственное в мире производство, единственное в мире производство, которое производит полипринолы в промышленных масштабах. То есть в месяц они способны произойти в данный момент от 20 до 30 килограммов полипринолов очень высокой частоты. И полипринолы – это достаточно дорогая субстанция, которая очень редко где встречается. И в случае, если, например, вы захотите купить препарат на основе полипринолов, обычно его найти очень сложно, можно купить только через интернет, а стоит там достаточно дорого. Я искала, например, то есть у нас есть тот завод, который для нас также производит наш продукт. Именно этот завод, он производит лекарственные препараты с полипринолов. Этот препарат называется рапрен. Так вот, я пыталась найти рапрен, купить его. Курс на 2 недели составляет от 3,5 до 5 тысяч. При этом это средство, которое использовать не очень удобно, потому что его нужно либо накапать, либо на хлеб, либо на сахар. То есть это не очень удобно для повседневного использования. Ну, понятно, что если нужно подлечиться, то ты можешь это использовать. В чем интерес нашего продукта? Дело в том, что Тайга-8 – это продукт, который уже готовый. И мало того, что здесь есть и полипринолы в нужном количестве. То есть в случае, если вы используете 2 раза в день по одной пипетке, то здесь есть специальная мерная пипетка. То есть если вы используете по одной пипетке 2 раза в день, вы восполняете суточную потребность полипринолов. Но кроме этого вы получаете дополнительный еще клеточный сок пикс, вы получаете еще слойную пасту, которая тоже помогает, оздоравливает организм. И в случае, если вы используете наши полипринолы регулярно, то вы, с одной стороны, получаете энергию. И большинство людей, которые начинают использовать нашу Тайгу, они говорят о том, что буквально в течение первой недели, 2-3, ну, то есть меньше, чем через месяц, человек чувствует уже энергию, он уже чувствует прилив сил. А большинство людей говорят о том, что они начинают легко просыпаться по утрам. Они чувствуют, что они меньше устают в течение дня, вечером у них еще много сил, энергии. И это с одной стороны. А с другой стороны, те люди, кто использует нашу Тайгу дольше, они уже начинают говорить о том, что «а я вообще не болею». То есть я вот, знаете, мы летели в самолете, когда вот сюда, в Таиланд, и я услышала, как недалеко от меня, ну, в самолете у меня несколько человек кашляло. А я забыла, что кто-то вообще в принципе кашляет. То есть я так просто вот этот год, я вокруг себя практически не слышала, не слышала больных, кашляющих или чихающих людей, потому что те люди, которые меня окружают, они все пьют Тайгу, и они не болеют. То есть, по крайней мере, практически не болеют. И, соответственно, если вы хотите, чтобы ваши близкие, ваши родные, ваши дети, ваши родители не болели или болели реже, то это просто средство, которое просто незаменимо, и Тайгу нужно использовать каждый день абсолютно точно. И здесь, даже находясь в Таиланде, мы используем Тайгу, и мы используем не только в обычном варианте, как, например, там добавлять с водой, ну, то есть использовать с водой, но мы добавляем с различными соками, а здесь в Таиланде, как вы понимаете, очень много вкусных соков, разных, фруктовых, и арбузные фреши, и манговые и так далее. И мы тут дегустируем, пробуем, и наслаждаемся вообще нашим волшебным, на самом деле, продуктом. Поэтому вот так кратко я сегодня вам дала информацию. Когда я вернусь в Новосибирск, я сделаю это в виде презентации со слайдами, чтобы у вас было на что опираться, чтобы вы могли реально посмотреть ту динамику, которая была у тех людей, которые использовали конкретно полипринолы. И я думаю, что эта информация будет для вас очень полезной. Я желаю вам успеха. Используйте наш продукт сами, рекомендуйте его всем своим друзьям, знакомым. Всего вам хорошего. Обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok